Продолжение следует... Продолжение следует... Вот какую одну из новых книг сегодняшних Юрий Юрьевич Накраса представит? Да просто совершенно новая, с полужару, которая, да, царь змеи борется. Ну вот я на некоторых презентациях показываю небольшой ролик, который есть. Удивительным образом с этой книгой получилось. То есть момент зарождения идеи книги, он просто был заснят на видео. Беседовали, и я не сном, не духом о том, что эта книга предстоит. Я просто на фоне. И просто мы беседуем со старым афонским насельником, отцом Никоном, который подвизается там уже 30 лет. Вот, больше уже. Вот, и разговор происходит прекрасным летним днем под огромной... Вот северные жители сегодня очень представляют, что бывают такие черешни, вот, которые, ну, в обхвате, вот так вот, в детском обхвате, вот так вот, если несколько человек станут, вот это вот, значит, вот такая черешня, вот такое вот дерево огромное. Вот оно все усыпано плодами спелыми, и мы стоим под ним, потому что там за его пределами дикая жара. Здесь хорошо, птички поют, и просто, я вот говорю, что афонский рай. Но в каждом раю есть своя змея. И вот здесь тоже отец говорит, что поосторожнее, вот там есть безюля, так называемая, это каменная кладка, которая удерживает грунт от обсыпания, и там живет гадюка. Вот, ну, мы ее не трогаем, и она нас не трогает, но надо быть настороже. Вот, вообще он начинает рассказывать об освоении этой кельи, о том, что... Это действительно так, между запустением, когда вот молитва, человек уходит из какого-то храма, из какой-то кельи, там вот царяется что-то вот такое ужасное, действительно, такого обилия змей, крыс, всякой нечисти, как вот именно в такой келье, нигде ни в лесу, ни на дорогах не встретишь, в том числе на афонских тропах. Вот, и действительно, он рассказывает о том, как они здесь завели котов, как они не могли ходить по этой траве без палки, потому что постоянно убивали змей, которые просто кишели под ногами. Вот, змеи страшные, ядовитые, вот там, попутно он вспоминает, как... в этом ролике попутно вспоминает, как нужно спасаться, в том числе от этих змей, если уже змея укусила. Вообще на Афоне при этом обилии ядовитых рептилий крайне редкий случай укушения, потому что вот существует предание, что Афанасий Афонский, основатель Афонской лавры, в свое время не только изгнал бесов с Афона, но и из того капища, где он уже строил лавры в дальнейшем, но и заклял змей, чтобы они не кусали. Поэтому это какой-то особый промысел Божий, когда змея кусает человека, или монаха в том числе. Но тем не менее, когда это произошло, существует вода Аспида, вот я уже как-то вам рассказывал, да, вот это известная такая вещь, на языке Аспида, такого древнего чудовища, настоя на это вода, и когда она попадает на ранку, свежую ранку кушеную, суку змеи, то как вот перекись такая вскипает, и мы видим такое ощущение, что этот яд моментально испаряется, хоть это вот кипение, как бы закипает все в этой ранке, ну и надо выпить капельку воды. Ну и дальше идет разговор о том, что, значит, не только ядовитые, такие чудовищные змеи, которые там буквально вот несколько шагов человек делает, и может упасть замертво, есть такая змея, которая так называется по-гречески, три шага, она убивает практически моментально. Ну и есть колоссальные питоны, тоже встречают их иногда на Афоне огромные змеи, и так, как перечисляя совершенно, как обычное вот такое перечисление обитателей зоопарка, отец говорит, ну и летающие змеи тоже есть. Ну тут уже вот я начинаю недоумевать. Я сначала думаю, что это такие стрелки, такие маленькие змейки, которые прыгают по веткам кустов, тоже опасные такие змейки, он говорит, нет, нет, и так, молдаванин, по-русски говорит, не очень хорошо, долго думает, думает, и говорит, да, вот как этот самый, как змей Горыныч. Вот, и я говорю, ну вообще удивительно, как это понимать. Он говорит, сам удивляется, выговорит, что, столько лет на Афоне впервые слышите? Я говорю, да. Он говорит, ну вот, да, вылетает из ущелья, делает круг над морем, возвращается снова. Есть, он говорит, предание такое, что вот они здесь живут, ну как бы даже понимание того, что они здесь живут, вот в пещерах под Афоном, вот Матерь Божия держит их там в скованном состоянии, но вот иногда они, значит, выходят наружу, и что в последние времена они вырвутся. Ну вот, действительно, потом я стал уже выспрашивать знакомых, опытных монахов на эту тему, так осторожненько, чтобы не показаться очень легковерным человеком, и оказалось, что почти в каждом из этих случаев, из этих разговоров, с разговора поддерживается буквально с пола оборота. Да, мне говорят, вот несколько лет назад строили келью святого Модеста, вот видели там такое чудовище типа варана острого Комода, такого дракона. Вот, там другой человек, я даже встречаюсь с ним здесь уже, вот в России, в Великавказе, афонский монах Косьма, вот, он рассказывает то же самое о том, что да, да, вот несколько лет назад был уже другой случай. Наш, говорит, брат нырял и любил охотиться с ружьем подводной охоты, хотя это на фоне не приветствуется, конечно, но вот такая была у человека страстишка, и тем не менее, вот, нырял он, нырял, и в итоге однажды плывет на большой глубине, вода прозрачная, дно все видно, солнечный день, и вдруг огромная тень сверху легла, и у него сразу такая мысль, что идет паром надо мной, заходит на пристань. Ну, а когда посмотрел кверху и увидел, что над ним плывет, вот, он, говорит, теперь не то, что подводная охота, но даже к морю боится приблизиться. Ну, и совсем уж такой невероятный случай, тоже один немонах говорит, мы как-то с братьями сидели и рассуждали о том, что означает, вот, классическое изображение, иконописное, Георгий Победоносец побеждает змея, что это за змей такое, это просто олицетворение зла, дьявола, или это некая, в том числе, и такая вполне зоологическая рептилия. Ну, и как бы сошлись на том, что все-таки это, конечно, образ такой, символ зла. Ну, старцу келье сказали, уходя на прощание, что, ну, старец, помолись, может быть, тебе Господь откроет. Вот, и действительно, этому старцу вдруг приходит помысел такой, через несколько дней, спустись к морю на рыбалку. Вот, он так с недоумением к этому относится, потому что сам не рыбак, тем не менее, помысел настойчиво, ему долбит несколько дней. Он идет к морю, с удочкой приходит, вот, опять, как в таком странном недоумении, говорит, что я тут делаю с этой удочкой, я вообще не рыбак, никогда не хожу. Ну, прогуляюсь до конца Арсаны, до конца пристани, вернусь обратно. Вот, и доходит до конца пристани, вдруг накатывает такая волна, из этой волны появляется, ну, тут уж просто вообще такое мифическое, как бы, чудовище, с огромными перепончатыми крыльями из-под воды, вот, расправляет это крылья, хлопает ими, он весь в воде стоит, вот, и это чудище снова складывает крылья и уходит под воду. Надо отдать, здесь надо сказать, что вот этот район, который описывается, район Провата, где вот эта келья находится, где мы беседовали с отцом Никоном, район Карули, это у самого берега, буквально сплотную к берегу, километровая бездна. Действительно, глубина огромная. Иногда штормы выбрасывают на поверхность такие вот глубоководные существа. Вы знаете, мы в советских учебниках школьной зоологии видели такие рыбы с ветерком на носу, вот с такими вот ужасными челюстями. Вот у меня даже есть такая челюсть, одна хранится дома, мне монахи в назидание дали на память. Так вот, монах этот весь мокрый и в ужасе бредет по берегу, как раз в том районе такая небольшая промысловая зона, там греки с материка приплывают на рыбалку. И он этим рыбакам, которые там со своими сетями занимаются, рассказывает эту историю. И они, говорит, совершенно спокойно ему отвечают. А, этот самый, он нам постоянно здесь сети рвет. Вот я говорю всегда, что рыбакам рвет сеть, а нам разрывает шаблон. То есть, что-то такое невероятное, да, и невнушающее доверие, рассказывают афонские монахи. Но, когда я стал этим делом как бы так вот интересоваться, сначала просто интересоваться, мне даже посоветовали, а в интернете можно найти вот ролик, беседа с известным афонским статцем, ныне уже покойным, коллистатусом съемки 2008 года. Ему, в общем-то, задают паломники обычный, такой дежурный вопрос, который сейчас задают. Вот батюшка, значит, Матерь Божия Иверская снова ведет с Афона, как это, говорит, предание, вот конец света и как это все будет. Вот. И он вдруг начинает говорить о совершенно неожиданных вещах. Он говорит, да, когда это произойдет, то, значит, имейте в виду, что есть два углубления на Афоне. На перешейке Афона, где был канал, вырытый еще к серксам во время войн персов с греками. И другое углубление в районе монастыря Дионисеат. Вот оттуда и выйдут чудовища, которые находятся под землей, и которые Матерь Божия держат скованными, и что в последние времена они будут жрать людей. Вот, говорит старец. Ну, кстати, к слову сказать, здесь надо подтвердить, что вот исследования Жака Ивакустола и других у берегов Афона действительно показали, что там из-под воды есть огромные входы в такие вот подземные большие пространства. Карстовые пещеры. То есть огромные карстовые пещеры под Афоном действительно существуют. Вот. И самое-то главное, конечно же, я ведь не клоню к тому, чтобы вот эту книгу, значит, что эта книга связана, или вообще мы будем с вами рассуждать, вот о проблемах в динозаврах, о криптозоологии, о следах неведомых зверей. Речь, конечно, не об этом, хотя все это само по себе очень захватывающе и интересно. Речь не об этом. Когда вот спросил я одного афонского монаха, как он думает, как вообще все это понимать вот в духовном плане, вот он совершенно справедливо сказал, что на фоне, как вы понимаете, который является уделом Матери Божией, ничего не происходит просто так, без ее ведома. И поэтому мы должны понимать, что Матерь Божия нам зачем-то показывает этих чудищ, возможно, сохранившихся с допотопных времен. Если это так, то Матерь Божия напоминает нам о судьбе допотопной цивилизации, о ее печальном конце, потому что на наших глазах происходит ремейк, повтор допотопной цивилизации. И мы видим, что строится новая Вавилонская башня, ныне это называется сооружение глобализма. Мы знаем о том, что Содом и Гамора подмигивают нам и манят нас огнями пятизвездочных отелей. Мы знаем, что происходит. Поэтому речь-то о том, что самые страшные чудовища вылезают не из Карстова, в пещер, они вылезают из подполья такой вот греховной человеческой души. И вот одна из глав в этой книге. Ну, в книге я вообще беру и рассматриваю различные сюжеты, связанные с этой очень распространенной символикой. Змей и борьба с ним. И змееборец. Змей и змееборец. Действительно, это проходит не только через европейскую, христианскую культуру. Вот эта символика, она с древних времен проходит через культуру самых разных народов мира, цивилизации и так далее. Просто в самых разных вариациях. Ну, например, мы знаем змея, который упоминается в Ветхом Завете, Левиафана. Вот, естественно, это ведь тоже не просто такая рептилия. Его дыхание раскаляет угли. Ну, где это видно, что простая рептилия, хладнокровная, имела такое дыхание. Вот, понятно, что речь идет, вот, замечательный толкователь Светхого Завета Евгений Авдеенко, в том числе, он пишет о том, что под разными именами, Нахаш, Левиафан и так далее, и тому подобное, дьявол под видом рептилии упоминается в Ветхом Завете, особенно в книге Иова, десятки раз. В том числе, знаете, когда в книге Иова, почему? Потому что, когда кит проглотил Иону, то, знаете, люди зоологически подкованы, они говорят, ха-ха-ха, это только дураки, и христиане считают, что кит, который питается крилем, может проглотить человека. Но, если мы почитаем внимательно, то Иона пишет, значит, сообщает нам Библия, возвал изнутри, возвал он из недр Шеола, то есть, по-еврейски, из ада, то есть, он оказался в очреве не кита, а ада, он оказался проглотченным дьяволом, по сути дела, то есть, образ кита, это тоже образ дьявола. Поэтому, понимая эту символику, мы, например, можем рассмотреть древние предания скандинавские, вот у меня целая глава этому посвящена, под названием Ермугант всплывает. Дело в том, что, вот, скажем, младший Эдди в скандинавских преданиях, аналог вот этого чудовищного Леофана, который практически уже опоясывал весь мир на дне океана, является чудовищным морской змей, который называется Ермугант, ядовитая, тоже такая страшная тварь. Что касается вот этих самых скандинавской проблематики, скандинавских чудовищ, которые выползают из недр Шеола, то вот, может быть, многие из вас знают, кто-то уже читал о судьбе, о современных публикациях такой женщины, которую зовут Ирина Бергсет. Это русская журналистка наша, которая имела на несчастье выйти замуж за норвежца. Норвежец окажался отягощенным всеми мыслями и немысливыми, скажем так, мягко говоря, перверсиями. Естественно, семья распадается, естественно, суд, естественно, западноевропейский суд выносит решение не в пользу русской женщины, ребенка отбирают, ювенальная юстиция, то есть, все по полной программе. Вот сейчас Ирина пишет очень много публикаций о том, что на самом деле происходит на Западе, который как-то вот еще меня удивляет, что еще для кого-то является чем-то таким, вот знаете, заманчивым. Чудовищная вообще, чудовищная цивилизация, чудовищная жизнь, когда вот сейчас, я, кстати, давно уже когда стал заниматься ювенальной юстицией, говорю, надо вообще объяснять это дело не только нашим православным людям об опасности ювенальной юстиции, но и просто вот нашим состоятельным согражданам, даже не православным, не верующим, чтобы они опасались ехать за рубеж. Почему? И, кстати, произошло то, о чем я говорил. Какая-то женщина своего ребенка по заднице шлепывала в Финляндии, это было кем-то увидено, естественно, вся западная цивилизация стоит на стукачестве, естественно, тут же звонят в полицию и тут же без разговоров отбирают ребенка. Вот там не знаю, чем все это закончится в итоге. Так вот, скандинавская цивилизация. И вот Ирина Бергсет мне подготовила специально такую подборку современных публикаций Западной Европе, именно скандинавской прессы за самое последнее время. И оказывается, что не просто какие-нибудь, знаете, вот такие вырожденческие личности отдельные, значит, уроды, моральные, духовные, которых и у нас здесь хватает, к сожалению. Но целое общественное движение, целые молодежные партии, целые влиятельные группы людей уже выступают просто законодательными инициативами с требованием законодательно легализовать каннибализм, инцест, зоофилию, некрофилию и так далее. То есть весь набор вот этих ужасов. В контексте некрофилии, например, каждый человек обязан будет по этим законам завещать свое тело после смерти для этих самых целей. Понимаете? Вот и действительно получается, какие чудовища выползают пострашнее тех, о которых, кстати, древние западноевропейские предания говорят. Между прочим, ведь на Западе тоже есть еще до раскола христианства есть целый ряд тоже святых, которые тоже являются змееборцами. Целый ряд национальных героев, древних королей полумифических, которые также побеждали змеев. Ну вот побеждали, побеждали, а сейчас вот что происходит. И в этой связи какая-то получается, знаете, такая поистине апокалиптическая картина. В той же Марше Эдди описан конец времен как некая последняя битва, когда выползает на берег вот этот чудовищный Ермугант, когда чудовищный волк Фенрир срывается с веревки, когда приплывает вот тоже милая фантазия скандинавских жителей прошлых веков. Когда из Хели, то есть из Ада приплывает в наш мир черный корабль, сделанный из ногтей мертвецов. Вот так представить себе, да, какое мировидение, какое мероощущение, я думаю, что в какие-то там, не знаю, в 13-14 веках, когда вот эта младшая Эда появилась, я думаю, наши предки даже в голову не пришло правду такому нормальному русскому человеку, такой образ даже создать себе это невозможно. Кстати, к этому преданию относились очень серьезно и даже целые века подряд, поскольку они сами не очень-то ждали этого корабля из Хелия, они своим мертвецам вырывали ногти, чтобы не было из чего строить. Корабль Нагльфар он называется. Так вот, на самом деле сейчас такое ощущение, что корабль уже на всех парусах летит к нам и волк, вот этот чудовищный волк Фенрир, он привязан чем? Чем он скован? Он скован веревкой, которая, значит, сплетена из несуществующих, немыслимых вещей, из шума лап, приземления лап кошки, кошка их мягко приземляется, она практически не слышна, из корней гор, тоже себе трудно представить, что такая вещь существует. И еще есть такой совершенно фантастической вещи, которую, вот самая буйная фантазия древнего скандинава не могла придумать. Из волос бороды женщины. А нам-то Евровидение показало. То есть, на самом деле, эта немыслимая вещь уже не является немыслимой, она уже есть. То есть, это означает, что вот эти волокна из этой веревки выпадают, она ослабевает, то есть, волк действительно готов сорваться с этой привязи. Вот действительно и думаешь о том, и вспоминаешь о том милом шведском социализме. Помните, человеческим лицом нам это пытались в конце советского периода пропагандировать. Вот действительно, сейчас уже посмотрели, мы прошли год, оказалось, что это лицо такого старого скандинавского извращенца, мягко говоря. Это лицо шведского социализма. И на самом деле, по сути дела, нас вот тогда приглашая в этот шведский социалистический рай, приглашали, я бы сказал, в мышиный рай. Знаете, есть такой, в 60-е годы прошлого века один известный ученый в США провел такой интересный эксперимент. Он создал мышиный рай. Он создал, отобрал несколько пар здоровых мышей, грызунов, создал для них огромный вольер с большим запасом для размножения. Там все, корма сколько хочешь, воды сколько хочешь, тепло, никаких внешних врагов, ничего этого нет. И действительно, в геометрической прогрессии начинается размножение этих существ, этих тварей, грызунов. Но вдруг, ну там в несколько этапов все идет, не буду просто долго тормозить на этом, но вдруг, в какой-то момент, в момент, казалось бы, рассвета, изобилия начинается среди этих мышей, значит, совершенно такие аномальные уже явления, значит, гомосексуализм развивается, самки становятся необычайно агрессивными и пожирают своих младенцев, то есть, действительно, начинается конец света, то есть, популяция начинает, популяция живущей в изобилии начинает убивать саму себя. На самом деле, там много таких вот довольно-таки противных подробностей этой жизни мышей, они полностью соответствуют, в общем-то, тенденциям современной цивилизации, впереди которой, конечно, оказались сейчас не просто западные люди, а скандинавы. По сути дела, все то же самое. То есть, вот, некоторые думают, что можно действительно с помощью, вот, как считали коммунисты убежденные, что можно просто накормить всех наконец до отвала, и все будут просто счастливы, и, наконец, начнется замечательная жизнь. А даже для грызунов это не так. Не говоря уже о том, что мы созданы по образу и подобию Божьей. Ну, это просто некие такие размышления по поводу, подробно вы там посмотрите. На самом деле, здесь очень много самых разных, самых разных аспектов. Я, может быть, сейчас вот акцентирую внимание еще на очень важном, потому что не случайно сама книга называется «Царь миеболец». Меня спрашивают «Какой царь? Почему царь?» Ну, в частности, здесь я действительно как говорю в разных вариациях, в разных фрагментах книги, о разных царях. Я об Иоанне по отношению к моей предыдущей книге, которая называется «Потаенная Россия». Кто ее читал, тот помнит, что там есть большая глава, посвященная подвигу государя Александра Первого. Не просто его подвигу как победителя Наполеона, а его подвигу как действительно подвигу царя, который в своем покаянии низверг себе с этих для нас немыслимых высот, мы на самом деле не можем понять подвиг царя, который был царем и ушел кандальником, ссыльным каторжником в Сибирь, превратился в старца Федора Кузьмича Томского. О том, что это одно и то же лицо, у меня, например, нет ни малейших сомнений, есть огромное количество свидетельств, не будем на этом останавливаться, я кое-какие книги привожу, там, заключая последними экспертизами о почерках, то есть почерк современной графологи утверждают, что почерк царя и подвиг старца идентичны совершенно. Действительно, мы не можем понять величие этого подвига, даже еще и потому, что никто из нас не был царем, то есть мы не можем понять, что такое быть русским царем, и вообще победили Наполеона, любимцем Европы, кумиром Европы того времени и так далее. Но я считаю, что, завершая разговор об идентичности, есть более важная тема, достаточно сказать, что сам государь для верующих людей, своих современников и для нас с вами оставил просто совершенно недвусмысленный намек, что произошло и кем он стал. Вот государь, известно, что исчез из Таганрога 18 ноября 1825 года и день 19 ноября было приказано считать днем его смерти. И если мы посмотрим в Святца, то мы обратим внимание, что этот день не случайный. День памяти раннехристианского святого, индийского царевича Иосафа, который оставил свой трон и ушел в пустыню к своему старцу. За всю историю вселенского православия мы знаем три таких невероятных подвига. Вот царевич Иосаф, Александр I и где-то между ними император Византии Иоанн VI Контакузин, который оставил трон добровольно и ушел подвязаться на Афон в монастырь Ватопед. Стал монахом. И монашество он принимает с каким именем? С именем Иосафа. Вот она. Видите, совершенно однозначно намек на эту преемственность. Так вот, я уже в той книге «Патайонная Россия» обратил внимание на змееборческую суть подвига царя Александра I. В частности, его победу над Наполеоном. Сама она запечатлена образно на вершине Александрийского столпа, напоминаю вам. Потому что там ангел с лицом Александра I повергает крестом, змея. Многие внимательные люди говорят, что если посмотреться, то морда напоминает, морда змеи напоминает морду Наполеона. То есть, вот такая символика. И здесь надо сказать, что уже современники тех событий воспринимали Наполеона как притечу Антихриста, как змея. Кстати, значит, даже сама вот иудейская традиция говорит, что Машаах, то есть, тот, кого они ждут в качестве царя всего мира, по-нашему Антихристу, имеет то же самое буквенное значение, что еврейское слово нашах змей. То есть, змеиная природа. Понятно? Змеиная природа. Змей, ведь этот змей-антихрист, кстати, явится из какого колена? Помните, да? Из колена Данова. А символом колена Данова что является? Ну, во-первых, некая пародия на колено Давидова с Кименом, с Львенок, но и змей тоже. То есть, змей – это колено Данова. И не случайно, кстати, когда наши предки воевали с Хазарией, а у Хазарии, значит, поскольку верхушка была иудейская, и тоже они шли под стягом, на котором был изображен змей, не случайно среди первых храмов на Руси, православных, появились храмы Ильи, пророка, потому что Илья считается змееборцем, который своими стрелами и огненными посылами с неба уничтожает вот этих рептилий и всякую нечисть. Вот, ну, это такое небольшое отступление, вот, а если вернемся мы к временам Наполеона, вот, очередное движение, очередное движение Запада, агрессивное движение Запада на Восток. Я вот в истории этого вопроса для себя отмечаю 800-й год, когда Папа Римский венчал в качестве императора Карла, именуемого Великим. Вообще-то это был нонсенс, потому что все люди верующие, христиане понимали, что один Бог на небе, один православный царь на земле. Конечно же, император с Византийской империи. Но поскольку в тот момент на троне была женщина, императрица Ирина, то вот на Западе воспользовались этим казусом как бы и с учетом того, что языческое по своему происхождению солическое право франков, оно не допускает наследования властных полномочий женщиной. И поэтому раз там женщина, значит это как бы не в счет. И поэтому мы своего венчаем на царство. То есть таким образом это неправильное Рождество католическое 25 декабря 800 года, день венчания Карла, это день рождения лжеимперии. Лжеимперии. И как всякий незаконно рожденный ребенок, он стремится уничтожить законного наследника. то есть вот это вот извечное стремление Запада на Восток с целью уничтожить то, что там находится. Сначала Византию, потом Третий Рим, преемника Византии, то есть нас с вами. Я еще обращаю внимание на то, что у этого извечного движения Дранг на Хостон, как говорится, движения на Восток, есть и библейские подтексты, библейские основания. Если мы почитаем внимательно о судьбе Каина, он проклят, и что он делает? Что он делает после братоубийства? Он начинает двигаться на Восток от земли Нот, так сказано. То есть что такое Восток? Восток с большой буквы это имя Бога. Алтарь храма православного ориентирован на Восток. То есть это движение братоубийцы, преступника на Бога, на Восток против Бога. Поэтому в этом архетип подоплека того извечного движения, агрессивного движения Запада на Восток против Бога. Так вот интересно, что Наполеон, тот же человек, обладающий таким символическим мышлением, он по мере того, как он накапливал власть в своих руках, он оснащался всевозможными символами, реликвиями, венчаясь в качестве короля Неаполя, он надевает на свою голову железную корону Карла Великого, на которую он венчался сам, тот венчался на царство. Железная она потому, что скреплена ободом, все вот эти ювелирные конструкции, скреплены ободом, который обладает чудесным свойством, как считалось. Он не притягивает магнита, хотя это железо, но это железо из гвоздя, которым прибит Господь Иисус Христос к кресту. Потом он загробаствует в свои руки, среди прочего, копье Лонгена. Считалось, что оно хранится в музее Хоубург в Вене. Именно это копье впоследствии и Гитлер заполучил, когда совершился аншлюз Австрии. И вот действительно в какой-то момент уже и Бородинская битва позади входит Наполеон с Пасхи врата Москвы. Входит в Кремль. Кажется, действительно, уже потрясены основы русской истории, русское время становилось над ним, он проходит над этими, с этими вратами над ним находятся главные часы, которые были созданы, они раньше имели другую конструкцию с неподвижной стрелкой, с вращающимся кругом букв, обозначающих цифры, старину. Эти часы, кстати, должны были измерить последние часы земного мира, потому что, вот отвлекаясь от этой темы Наполеона, мы сейчас к ней вернемся, потому что само сооружение Спасской башни и этих ворот имело совершенно особое значение. закладная доска в основании Спасской башни говорит, что они заложены в 6999 году, заканчивается 7 тысячи лет от сотворения мира. Многие современники считали, что 7 тысяч лет это 7 дней творения, 8 тысячи лет это уже 8 день творения, то есть новое небо, новая земля, ну вы понимаете, второе явление Спасителя, все уже другое. Поэтому эти врата в том году, когда многие русские люди уже и хлебушек-то не сеяли, считали, а что сеять, когда даже в церкви пасхалии на 8 тысяч лет не составлено, все, конец, конец времени, вообще конец времени. Хлеб не сеяли, а башню строили, чтобы ее ворота были предназначены для того, чтобы запереться от антихриста, открыть эти ворота перед Господом Иисусом Христом, перед его вторым явлением. Ну видите, вошел, получилась пародийная история, вошел этот маленький антихрист, вошел Наполеон. Но действительно, вот как-то все это постепенно стало превращаться в фарс. Вообще, вот у них у товарищей с Запада часто все превращается в фарс, когда дело касается их планов относительно России. Он, кстати, он же планировал в Москве венчаться великим императором всего Запада. Были подготовлены специальные регалии, горностаевая мантия, все это везли в особые полоски, под особой охраной в Москву. он взял с собой для особой торжественности предстоящих мероприятий итальянскую оперу и французский театр комедии. То есть, это вообще действительно комедия. Как себе человек представляет сакральное действие, вот ему нужны актриски и актеры, актеришки, чтобы все это было красиво. Ну, смешно, правда. Но дальше стало еще смешнее, когда начался пожар, когда он стал понимать, что Москва уже не пригодна для такого торжественного мероприятия, когда началось бегство, в конце концов где-то под Вильно поймали эту самую повозку с регалиями императора запада несостоявшегося и вот по описаниям очевидцев какой-то подвигавший наш казак, который схватил часть добычи, ходил в этой горностаевой мантии по лагерю. Вот действительно в России все это грандиозные торжественные планы иногда вот так перевариваются. Но я говорю, что дальше получилось еще забавнее. Уже в наше время пытливый западноевропейский ум просветило, проанализировал все эти якобы очень древние реликвии, которыми пользовался Карл Великий и Наполеон. И оказалось, что на железной короне обод, который не притягивает металла, магнита, он не притягивает его потому, что он, здесь дело не чудо, а дело в том, что он не из железа, а из серебра. То есть Господу Иисусу Христу не имеет никакого отношения. И оказалось, что копье Лонгина, которое хранится в Хоумбурге, его разные фрагменты, они датированы разными датами, но все это четвертый, пятый, седьмой века уже от Рождества Христова. То есть опять-таки к Голгофе это не имеет никакого отношения. символический момент связан с тем, что ложная империя, она оснащалась ложными знаками власти, ложными символами. Но я все это говорю к тому, все-таки самое-то главное, это вот русская самодержавная сила, русское самодержавное царство, которое стало на пути этого зла, которому казалось уже ничто не может противостоять. Между прочим, вот та символика всадника, вот это вот здесь изображена копеечка со времен Ивана Третьего, одно из первых таких подобных изображений, всадник, копьеносец на коне. Ведь само слово копейка от слова копейщик, от слова копье. Вот когда-то эта копейка была ведь весомой, ее заворачивали в платочек, клали за пазушку, там мешочек куда-то. Сейчас действительно происходит некое кощунство, когда вот копейка настолько обесценена, что она валяется на пути, на дороге, и никто не обращает внимания уже. Кто будет поднимать копейку? Она не стоит ничего, нагнуться даже не хочется, она не изображение, сакральное изображение. Тоже, знаете, какой-то такой духовной диверсией попахивает. Неприятная вещь. Вообще, копеечная цена такому строению, когда вот так русские рубли, русская копейка обесценены. Так вот, вот этот всадник, который на коне, он стал считаться Георгием Победоносом только во времена Петра Первого, кстати. С древнейших времен считалось, что этот символ означает православного царя, который является змееборцем по определению, который вот побеждает мировое зло. Православная держава это главный рубеж на пути мирового зла, который ползет как змей, как, знаете, такой тоже мистический символ масонских лож, теософского общества, других организаций. уроборос, так называемый. Уроборос от змея, которая свивается в кольцо и кусает себя за хвост. Считается, что символ в том, что вот земля уже обивает весь земной шар, контролирует его, и уже вот пасть и хвост смыкаются. Но вот каждый раз, когда им кажется, что вот уже, вот-вот-вот-вот уже кольцо смыкается, встает на пути этого змея в очередной раз змееборец. Змееборец это православное царство. Кстати, тоже какой вот, вот я в этой книге большое внимание уделяю символике, войне символов, симфонии символов. К сожалению, мышление современного человека, оно лишилось вот своих таких символических подопливок. Это очень плохо, плохой признак. Потому что символ, что означает само слово соединяю, символ, соединяет наш, наше сознание, нашу реальность с незримой реальностью. Мы знаем, что так, по крайней мере, с первых веков христианства, когда христианство было гонимо, то и нельзя было в прямую говорить и изображать знаки Господа и Его самого, пользовались привычной для того времени символикой. Там, пасторь добрый, безбородый юноша с овечкой на плечах. Пасторь добрый, все понимали, кто это. Или рыба, вот тоже такая символика, буквенная символика. Все это, действительно, любой символ соединяет нас с незримой реальностью, с горним миром, наше сознание, с самыми важными реалиями нашего мира, которые на самом деле не видны нам чувственно. Вот роль символа в нашей жизни. Так вот, символика момента, торжество над Наполеоном, русские войска в Париже, Пасха 14-го года празднуется под открытым небом, вот торжественно русскими священниками, русским воинством, невероятное торжество, и эта Пасха приходится на день памяти святого Фёдора Стратиолата, который, если мы посмотрим по его житию, является так же, как и Георгий Победоносец, змееборцем. Змееборцем. И интересно то, что вообще в древности, в старые времена, это был один из самых почитаемых на Руси святых. Как-то вот постепенно он действительно был оттеснен сейчас с Георгием Победоносцем. А вообще ведь именно Фёдор Стратиолат дал имя явленной чудесной иконы Богородицы, которую мы знаем как Фёдоровская. Вот это Фёдоровское название именно от Фёдора Стратиолата. И эта Фёдоровская икона, как мы знаем, становится царской, иконой. Она иконой становится рода Романовых. Мы знаем о том, что любая немецкая принцесса или датская принцесса, которая выходит замуж за русского наследника, она получает даже отчество Фёдоровна отсюда. То есть эта женщина становится значит с этой женщины становится в ряду тех людей, которые рождают рождают, рожают просто очередных русских царей, змееборцев. А идёт всё от Фёдора Стратиолата, змееборца. Вот такие символические ряды выстраиваются. И, кстати, в своё время Александр III и потом при Николае II всё это было продолжено, создавался под Санкт-Петербургом, ныне не отреставрированный толком до сих пор замечательный царский городок. Это действительно шедевр, который был создан лучшими нашими... Ну, представляете себе рубеж 19-20 века. Какой рассвет с русской живописи, русской архитектуры, разных видов искусства. То есть все лучшие силы, там, Воснецовка, другие, все были брошены на создание этих храмов, этих палат, этих росписей, этих изделий быта даже, потому что всё это, вот этот городок, должен был стать образцом русскости, чтобы потом нечто подобное пошло по всей матушке Сарасии, которая, конечно, очень сильно так вот, её изначальный облик архитектурный, в том числе, искажён разными иноплеменными влияниями. Так вот, в росписи, в храмовой росписи этого комплекса мы видим на почётном месте, конечно же, и Фёдора Стратилата. Фёдора Стратилата. Фёдор Томский, получается, тоже Фёдор, не сказать. Фёдор Томский, я думаю, что да, если вернуться к проходу Наполеона под Спасскими вратами. Вот это тоже чрезвычайно важный момент, я вот уже делаю концовку в этой книге, в связи как раз с этим, я называю эту концовку «Русское время». почему «Русское время»? Ну, вы помните, что считалось, что время на исходе семной тысячи лет заканчивается вообще. И особенно вот острота момента была связана вот ощущением действительно близкого конца, было связано с тем, что вот на тот самый год 6999-й или от Рождества Христова 1492-й как раз исполнилось три с половиной года со дня, ну, можно сказать, со времени вот прихода такой серьезной власти в России гереси жидовствующих. Это ведь действительно, спасибо, это ведь действительно была не просто очередная секта зловредная. Эта секта, извините меня, пробралась в Великокняжеские палаты, она пробралась в покое митрополита Московского Зосимы, попы главных Московских соборов были жидовствующими. Казалось бы, все, там, министр иностранных дел, дек Федор Курицын был одним из самых активных членов этой секты. Казалось бы, все, извините меня, духовная и государственная власть в их руках, но все от Москвы пошло дальше. Все, все. Вот и вдруг что-то происходит совершенно непонятное. Какой-то провинциальный игумен что-то пишет, Иосиф Володский, вот, вступает в дело Геннадий Новгородский, святитель, вот, и вдруг действительно получается, что с глаз многих людей как будто какая-то пелена как-то спадает, наваждение, наваждение отходит. зелень жидовствующих в течение целого ряда лет, но не то, что побеждена, она ведь не побеждена до сих пор, до конца, она, но усмирена в значительной степени. Вот. Я думаю, что это дает такое мистическое право нашей Родине, значит, нанести особое предназначение в дальнейшем. Вот испытание дано, и народ, и Церковь преодолели его. Хронологически получается, смотрите, какой пучок событий, близко лежащих друг к другу. Значит, осознание Москвы как преемницы Византии, Москва-третий Рим, в скором времени явление именно на русской земле Святой Живоначальной Троицы, исключительное явление в истории человечества. Мы знаем, что это такое явление Аврааму Троицы. Колоссальное явление в судьбе человечества. И вот здесь Александру Свирскому на русской земле, кстати, тоже очень важно имело значение для того, чтобы окончательно добивать ерес жидовствующих, потому что, естественно, места ни для какой Троицы в этих рассуждениях не было. Это однозначно совершенно. Стались Троицы более активно, храма Святой Троицы. Кстати, в тот же примерный период, даже чуть раньше, благословение нашего великого статца Сергия Радонежского строить храм Живоначальной Троицы как действительно, как некий момент борьбы против разделения людей в мире. Потому что Троица едина, единошесущная. Троица она едина. Не случайно, кстати, русская наша такая православная публицистика намного говорит о единстве русского народа. Малоросов, белорусов, великоросов тоже используется образ Троицы. Так вот, действительно, с явлением Живоначальной Троицы нашему Александру Свирскому становится понятно, что вот эти рассуждения о том, что Москва, Третья Рима, Четвертого не бывать, это не просто амбиции молодого и растущего царства. На эту роль ведь претендовали, на роль преемника Византии и в балканских странах других, там могли претендовать и болгары, и сербы, тем не менее, складывается совершенно полное ощущение, что главные события в мире теперь начинают происходить именно здесь. Именно здесь. И мы можем сказать в этой связи, конечно же, пасхалии на 8 тысяч лет составлено, жизнь продолжается, что это 8 тысяч лет является русским временем. Здесь центр всех мировых событий. И здесь объект, главный объект всех атак всего мирового зла. именно здесь это происходит. И вот в подтверждение этому мы с вами говорим о подвиге, о великом подвиге старца Федора Кузьмича, он же император Александр I. Я еще раз напомню из той книги, что он ведь вышел из небытия 12 лет, где он был неизвестен, об этом можно строить только догадки. Вот он исчезает в 1921 году и появляется в 1936 году, ну как бы дает себя арестовать, дает себя задержать, как бродяга, так он себя называл, бродяга, не помню, еще раз, Федор Кузьмич. 1836 год, а в свое время замечательный Фотий, архимандрит, Кацпасский, который был духовником императора, ну можно сказать так, он писал ему очень важные вещи. Во-первых, он написал ему такое, кстати, интересно, что Фотий значит, был настоятелем монастыря древнего Свято-Юрьево монастыря в Новгороде Великом. В росписи этого монастыря до сих пор если туда прийти в соборном храме мы увидим там ну нечто напоминающее крокодила, потому что это вот соседние соседний пятачок земли так называемый Перынь это то самое место, где был значит низвержен идол Перуна Добрыни Никитичем значит при том в то время когда христианство забладало на Руси когда Русь крестилась вот а Перун в свою очередь тоже всегда олицетворялся и был связан с образом змея который ну вот является как змей вот не случайно многочисленные змеи змеевы в пещере в Киеве вот и в других местах они связаны именно с памятью о Перуне кстати когда вот оступление шатемы пошло когда Перун идол был свернут на Перыне вот рядом с Юрьевским монастырем то языческая часть населения очень сильно рыдала плакала бежала по берегу реки вот в итоге выловила этого идола и захоронила его причем прям устроила тризну как по человеку на противоположной стороне значит реки Волхов а и сама река Волхова это что такое Волхов это Волх это тоже легендарный сын мы знаем изначальной новгородской летописи вот откуда здесь змейная символика то везде что Волхов славяна был лютым чародеем который умел оборачиваться который умел оборачиваться вот лютым зверем каркаделом как было написано в этой летописи залегал на дно Волхова и периодически значит те кто ему не поклонялся он топил да людьми он был назван Перуном со временем и топил корабли и ладьи которые шли значит по реке так вот когда его свергли и захоронили идол вот на той стороне насыпали огромный курган во время тризны курган на глазах всей собравшейся языческой этой публики провалился под землю и до сих пор прошла тысячи лет на этом месте огромный водоем дна которого никто не может измерить в бездну в бездну ушел вот интересно что примерно в то же время в 1071 году было на Ростове где Ростов Великий тоже восстание волхов там что-то был голод не выражай в общем воевод изловил их стал допрашивать значит кто кому поклоняетесь вот они описывают кому не поклоняются где он живет в бездне то же самое у Ключевского мы встречаем то же самое описание значит с разговора значит с языческими с языческим с волхвом то же самое его значит он выясняется что он что он чувствует что его так называемые боги не могут действовать в присутствии одного человека у которого крест на груди вот и он объясняет да вот этот знак того бога который находится наверху а где твои боги и кто они они с черными крыльями они живут в бездне ну вот опять-таки вот адрес совершенно совершенно однозначный но это мы просто значит уже уже сильно от темы отвлеклись архимандрит фотис паский пишет несколько очень важных писем императору первое он ему пишет важнейшую вещь наполеона внешнего ты победил надо победить наполеона внутреннего ну действительно попробуй если ты чувствуешь что я круче чем наполеон вот наполеон был крут а я победил наполеона представляешь себе какая это гордыня какая амбиция как вот победить такого наполеона и как вот действительно низвергнуть себя вот с этой с этой высоты и вот уже конкретнее с паски обращает внимание да с отец фоти обращает внимание на то на эту дату которая впоследствии проявится 1836 год он задолго до этой даты писал что все вот эти западноевропейские герметисты там герметические общества там все эти еретики западноевропейские которым кстати одно время очень сильно прям преклонялся к преднему Александр там паронес Крюдинер и другие они говорили о 1836 годе как о годе второго пришествия Христа и естественно фоти говорит что конечно на самом деле под этим пришествием будут страшные революционные события раскручиваться под это дело и он будет сугубо каббалистическая игра цифрами фоти пишет сплошные шестерки три шестерки это 18 и 6 6 36 1836 именно в этом году видимо уже победив Наполеона внешнего и будучи готовым победить Наполеона внутреннего государь еще раз повторяю является из небытия и его подвиг обретает уже новое качество появляется подор Томский и значит подвиги обретают действительно уже новые черты новые качества и интересно что когда приходишь вот в Томский монастырь к мощам святого праведного старца несколько его несколько таких вот длинных икон современного письма житийных одна икона какая интересная явление живоначальной троицы старца Федора Кузьмичу как-то мы же привыкли считать что единственный в новозаветной истории случай явления троицы Федора Александра Свирского но если почитаем именно житие его ну такое основное житие которое было составлено если не ошибаюсь через 12 лет после его смерти правящим архиереем Томским то в нем говорится о факте явления старцев живоначальной троицы вот еще одно подтверждение того что русское время продолжается и что надо и что мы которые живем здесь мы наследники русского царства мы должны ценить это время особенно потому что русское время оно дороже всякого другого времени вот это время дано нам на покаяние на спасение увы не всегда мы ценим это время тут на самом деле много разных аспектов я возвращаюсь к теме Украины к теме духовных аспектов современной экономики и многого другого вот как или что-то еще рассказать или будут вопросы как лучше как скажете но и как историки могут возразить по поводу Федора ну вы понимаете что радионачальником династии Романова был Федор Никитич Романов который практически после плена лет 15 управлял в России как вы это можете объяснить чтобы историки не возражали Так а что объяснять? На самом деле историки, они вот это чрезвычайно... В честь кого называли все-таки царевинку, царительство? Нет, ну в честь иконы, конечно же, какой бы ни был там великий отец. Да это просто как бы такая... Нет, это же на самом деле, наверное, не сфера такой даже исторической науки, это сфера наших церковных преданий, которые само собой являются чем-то само собой разумеющимся. Что касается историков, то вот среди моих родственников, среди моих друзей есть там титулованные историки, всякие доктора. На самом деле, я должен сказать, что профессиональные историки невероятно такое костное сообщество, которое не любит историю и не понимает ее смысла. Как раз смысл? Проблема в смыслах? Да, в смыслах не понимают. Вот я там присутствую на защите докторской диссертации своей кумы, и она там крупный чин в историческом музее на Красной площади, там копала где-то в Калмыкии. Вот вся диссертация вот раскопала, 15 стрел направо, 10 стрел налево, и вот долго все это описывается. Я все жду. Ну и что? Ничего. Просто вот так вот сказала свое слово в науке, раскопала новые вещи. У нас ученые-то больше... Мне гораздо, да, гораздо вот ближе вот такие-то авторы, как, ну вот мой друг, в частности, хотя у него тоже такое изначальное историческое образование, он, значит, синдолог, у него, правда, такое, связанное с Востоком, Владимир Ларионов, автор тоже, ну и книг интереснейших. Вот он, но он, все равно сейчас он работает там, значит, в оборонной тематике, в министерстве, там тоже занимает должность серьезную, вот, но пишет книги, вот как, можно сказать, уже как любитель. Вот любитель, а слово любить, вот каждый любитель, который любит историю, он гораздо большего добивается, докапывается до большего, чем вот эти вот унылые люди, которые боятся, вот я знаю страх профессионального историка, который там стал каким-нибудь, или надеется стать кандидатом наук, страх потерять репутацию. Ну вот представляете себе, вот он, какой-нибудь ученый, вдруг будет писать из этих людей историков, вот, скажем, рецензию засветится, например, на мою книгу, на книгу Воробьевского, которая про динозавров пишет. Да, это что такое вообще? Я не про историков спросил, вы мне пони, но... Да, да, ну... Есть что-то написанное о том, что именно в честь иконок не бывали цели. Опять написано, вот беда, вот какая вот, надо, чтобы написано было-то, понимаете? Вот у нас в современных историях психология завхоза какого-то, заверующего, я не знаю, каким-то складом. Вот не история, никто не хочет начать историю. Вот должно быть написано. Федор Никитич Романов не последнее лицо. Да нет, на самом деле, конечно, это написано, просто сейчас я вот как бы не могу, как бы на скидку дать, дать библиографию, но как раз вот эта тема, она уж настолько, ну, как бы, само собой разумеющаяся, что я сейчас, ну, если вот там захочу, приеду домой. В общем, это совершенно очевидно, что Федоровская икона является родовой иконой Романа. Это однозначно... Ну, конечно. Конечно, мы все-таки Матери Божией, так сказать, или, значит, уважаемый человек. Ну, на самом деле, эта вот тема для разговора-то очень интересная, потому что вот сейчас, в последнее время, очень много пошло вот этих вот разговоров о истории, о новой хронологии истории. Люди изучают историю, просто говорят, посадят в цепочке каких-то событий. Не хотят видеть ней символизм, не хотят видеть вертикальность, хотят видеть отступление от каких-то заложенных, в конце концов, задач, возложенных нас Богом. Бог из истории убирается, остается только вопрос о целесообразности, выгоды, но и все остальное. Невозможно тогда понять смысл истории. Историк, который только описывает происходящие события, 15 стрел на лево, 10 стрел на право, он подобен ученому, который исследует события, но не понимает их смысла. У нас тоже среди ученых полно и атеистов, и есть верующих, и неверующих, и прерывные вещи в любом сфере, причем науке, совершаем. Как раз Юрий Юрьевич говорит о смыслах. Я вот, опять же, когда мы тоже можно вцепиться там, он, как Юрий Юрьевич, объяснил, что такое вообще символ, да, но вот действительно, помимо того, что символ, да, должен соединять нас, ну с чем? С миром иным, невидимым. Миром, который иначе, чем символом, нам нельзя объяснить. И вот символ как раз, вот этот глубокий символизм, вот действительно, вот змееборчество в русской истории, он нам показывает, что бороться со злом нужно. Если перестанем бороться, а начнем жить, как вот эти сейчас сегодняшние скандинавы, или как вот те мыши в мышином раю, так почему гибнет цивилизация, непонятно. Все же в мире как хорошо, а она гибнет. Гибнет потому что... Почему вообще сейчас здоровые, красивые парни не женятся и не женятся? 20 лет, ему 30, 40 лет, вот, а он все не женится. Что происходит вообще? Вот раньше могли бы сказать, что, там, ну, тоже такая отговорка, надо создать материальную базу для будущей семьи. Да есть человек из богатейшей семьи, там полно таких людей, я знаю эти семьи. Там папа успешный человек, то есть уже обеспечил своих детей, и они... Ну, а вот что касается символики, гораздо, действительно, интереснее вот эти вещи. То, что вот эти символы, которые вот можно читать, Геральдику, гербы городов, какие-то такие символические соответствия, через которые действительно проступают многие серьезные смыслы. Ну, просто даже вот так вот на скидку, вот я, помнится, уже в Доме офицеров об этом говорил, просто на скидку, какая вот тоже такая симфония символа. Вот смотрите, значит, Иван Грозный идет на Казань. Иван Грозный створяет Москву, символ всадник змееборец. Символ Казани до сих пор какой? Змей, Зеланд. До сих пор это вот... Зеландова гора, на которой, как писали еще в 19 веке, местные жители татары могли показать вот эту змеевую пещеру. Все одно и то же. Должна быть гора, змеевая пещера, рядом должен быть какой-то водоем, потому что змей такой вот с морской, с водяной существа. Так вот, значит, идет на Казань. Конечно же, это не какое-то межэтническое столкновение, потому что в войске царя Иоанна Васильевича больше половины татар этнических, там, эти самые Касимовские и прочие татары, которые уже издавна служили русскому царю. Смысл этого похода другой совсем. Прекратить вот этот чудовищный паразитизм с работорговли. Потому что за века и Крымское ханство, Астраханское, Казанское ханство, постепенно они пали, слава богу. Миллионы и миллионы русских душ отправлялись с русской крови, русской жизни, отправлялись в качестве предмета торговли в разные страны Востока. В то время при Иване Грозном население России составляли там считанные миллионы людей. Не надо забывать, что все было иначе, не так, как сейчас. Из плена было выведено из Казани 100 тысяч русских людей, при том населении. Так вот, действительно, как в былинной истории русский богатырь захватывает логом змея, побеждает змея, Зеланта в данном случае, и выводит и саму плененную девицу, и русский полон из змеевых пещер. Интересно, что в этом походе у царя несколько реликвий. Первое. У него посох Авраамия Ростовского, святого, который поверх идол Велеса, в свое время в Ростове Великом, на языческой части города, идол Велеса колоссальный, именно прикосновением этого жезла. Велес, кстати, тоже сотворялся, с одной стороны, как скотий бог с рогами, с другой стороны, и как такое хтоническое подземное, значит, изминной природы сущность. Значит, повержен он, а сам посох Авраамия Ростовского, он был вручен ему чудесным образом апостолом, святым апостолом Иоанном Богословом, автором Апокалипса, Апокалипсиса, из которого мы и узнаем о змею, ходящем из моря, о драконе, об этом, но вот это тоже змеиная символика Апокалипсиса, она известна. Вот выстраивается какой ряд любопытный. Вторая любопытная подробность. У царя с собой посох, частью которого является уникорн. С уникорном назывался Рог Единорога. Вот Единорог – это что? Это мифическое существо, опять-таки, ведь, да? Ну, Аспид. Что такое Аспид? Аспид – это, знаем мы, на Аспиду Селиско-наступиши, и толкование святоотеческое – это символ зла. Символ зла, олицетворяющий дьявола. Но на фоне же существует просто вот язык Аспида. Видите, который побежден на этот змей, теперь, что называется, работает во благо. Вот эта вода Аспида, она помогает против укуса змеи такой реальной, против укуса зеленого змея, вот, тоже пьяницам помогает избавиться от этого порока, но и от многого другого. Так же и срок единорога. Откуда же он взялся-то? Да все известно по всем источникам. Это приданное, больше никого приданного не было, поскольку горцы бедно жили, значит, это приданное с Марией Тимрюковной, жены, жены с Ивана Грозного, потому что вот считалось, что там вот на трогах Бештау, где вот Пятигорск, жили в то время единороги. По-русски Индрик. И до сих пор сверка там протекающая называется Индрюк. Что тоже любопытно. И, кстати, считалось вот в такой средневековой традиции, что вообще рогом единорога старались обладать многие короли, владетельные там князья Европы. Считалось, что единорог, он защищает от яда. Защищает от яда. И вот, скажем, в житии Ивана Васильевича Грозного тоже какая любопытная вещь-то. Когда в 60-е годы подняли его мощи, там измерили и просветили, оказалось, что порции яда превышают допустимые там в сотни раз буквально. И по ртути, и по мышьяку, и по другим параметрам. Колоссального нашего там полководца, богатыря Скопина-Шуйского, траванулего во время трапезы, он упал замерто тут же. А тут десятилетиями. Понятно, сказывалось на здоровье, и понятно, что государя последние годы на носилках Ивана Грозного, и он даже физически не мог сделать пресловутого удара своим посохом, чтобы убить своего сына. Этого даже физически он не мог сделать. Конечно, сказывалось на здоровье. Но ведь жил, жил и правил десятилетиями. Чудо. Конечно, молитва. Конечно, чудо Божие. Но вот не знаю, во всяком случае, тут как-то совпадает с этим посохом. А вообще ведь в этом тоже своего рода символик. Дело в том, что единорог, он является одновременно и знаком Христа, значит, одновременно он является и знаком змееборчества. Вот ровно как олень, кстати, ровно как, здесь мы почитаем, значение вот этих самых животных в таком источнике, который был очень популярен, который даже вот такой вроде бы как апокрифический источник, но его цитировали многие отцы церкви, Василий Великий в том числе, там дается именно духовное значение разных животных, так называемый Александрийский физиолог. Так вот, да, Орел, схватка орла и змеи при основании Константинополя, известная сцена. Кстати, нечто подобное, появление орла и при основании Петербурга. И, значит, среди этого ряда этих животных, которые в то время не рассматривались какие-то мифические, это единорог, змеи борец. Так вот, интересная вещь. Следующий, значит, заход уже по поводу единорога. При государе... При государе Иоанне Васильевиче, значит, нам известно большое количество предметов его царского обихода, на которых стоит знак единорога. Вот, и некоторое время после него тоже еще этот знак используется, именно как знак государственной в том числе, вот постепенно он начинает уходить из нашей символики державной, окончательно он исчезает из нашей символики после Алексея Михайловича. И вот действительно тоже любопытное совпадение. Символика, война символов, да, тут, скорее всего, война символов происходит. Именно в этот момент, когда он исчезает из нашей государственной символики, единорог появляется на британском гербе. И в каком виде? Вот с левой стороны мы видим вздыбленного на британском гербе вздыбленного льва. Опять-таки вопрос, это лев Давидов или лев Данов? Двояки знак, это лев. А с правой стороны единорог вздыбленный. Но опять-таки, в каком виде? Если мы внимательно присмотримся, он прикован к цепью, он скован, он прикован к цепью к зеленой поверхности английского острова, к тому чертополоху, который растет на острове. Тоже чертополох символ, давний английский символ. Так вот, возникает вопрос о некой скованности, русской державной воле, англосаксонским влиянием. Ну вот мы тоже, кто ходил на наши встречи сюда в последние годы, наверное, помнит наши многочисленные разговоры о том, что практически в каждой моей книге есть хотя бы одна, две, три главы, которые так или иначе повествуют о зловредной роли Англии не просто англосаксонского мира и Англии особенно. Не просто в мировой истории, но в истории России в частности. Вот и в частности наши первые государственные контакты во времена Ивана Васильевича Грозного очень тоже показательные. В одной из моих книг это и есть. Так вот, такая вещь. А теперь мы переходим уже к нашим временам. И обращаю ваше внимание вот на такую подробность. В начале каждого года многие люди, которые интересуются тайной мировой политики, раскладами и так далее, берут в свои руки январский номер журнала, издаваемый в Лондоне «Экономист», который принадлежит Ротшильдам, кстати. На первой обложке журнала всегда изображается калаш портрета наиболее влиятельных мировых политических, духовных и прочих лидеров. В самых разных там они с разными выражениями лица добавлены разные нарисованные детали, мелкие. То есть некая шифровка, которая указывает на тенденции мировых событий, мирового развития. Так вот, январь нынешнего, 2016 года, вот мы смотрим на одном из таких заметных мест Путин за его... Несколько суток, можно звонить или сейчас. Путин за его спиной, с такой недовольной миной отвернувшись в сторону английский премьер-министр, а за спиной Путина нарисован веселый мальчик, который выглядывает из-за его спины в бейсболке. А на... Совершенно неожиданно, вдруг на шапочке сверху на его бейсболке изображен маленький белый единорог. Вот вроде бы символ совершенно сейчас, который не в ходу. Вот и вдруг. Ну, понятно, что на этот счет могут существовать самые разные версии, трактовки. Вот существует такая вот трактовка, так сказать, лесная для нашего державного развития. Она говорит о том, что, возможно, это намек на то, что русский единорог сорвался с цепи. Так это или не так? Посмотрим. Вот. Во всяком случае, во всяком случае, вот такая такая шифровка существует. Впрочем, я снова перехватил инициативу, если, может быть, вопросы, да. Есть еще вопросы? Или что-нибудь еще рассказать? Есть еще вопросы? Давайте, давайте. Александр Первый, Евгений Ильич, как Ваше мнение? Все-таки, что подвигло его на такой духовный подвиг? Ну, кроме всех этих там косвенных участий в молодости, может, что-то еще происходило в его жизни такое? Нет, косвенное участие в заговоре против отца, это, конечно, было вообще стержневым тоже моментом его жизни. Это действительно покаянное русское чувство, оно понятно только русскому человеку. Он считал, что этот грех ведь сказался на том, что у него так и не было наследника. Так что он ощущал тоже это как вот такую божью указу. Но и все-таки, вот помимо вот этого покаянного чувства, которое его преследовало, вне всякого сомнения, вне всякого сомнения, он действительно, поскольку в молодые годы был близок и масонским кругам, и различным герметическим кругам Запада, он, в общем-то, понимал тенденции, понимал, что происходит, понимал, что готовится. Вот, я думаю, что его вот этот подвиг, вот этот подвиг, который он совершил, молитвенный подвиг в том числе, он отодвинул страшные события на какое-то количество лет. Вот, готовился в 1936 году, показалось, эта головка змея явно в 1948 году, в 1848 году, в Европе, в цель, до революции, в то время, в основном, их подавили. Вот, и, в общем-то, Россия получила, ну, еще полвека Российская империя жизни, за которые были накоплены определенные, конечно же, и духовные, и культурные ценности, которые мы, кстати, до сих пор еще не освоили. И это, кстати, вот о чем мы сейчас говорим, тоже, с моей точки зрения, очень важный, очень важный урок для правителей России, в том числе, для будущих правителей России. Вот, вот человек, который начинал как либерал, и даже близок к масонским кругам, уж не будем там строить догадки, насколько близок, вот и вдруг вот такой поворот, потрясающий поворот вот к такому, к такому, державному началу, вот, и к такому, к такому духовному подвигу. Это же первый храм, и фундамент храма Ивана Христа Спасителя, он же построен по чертежам этого масона, Витбергу, по-моему, да? Ну, знаете, к сожалению, должен сказать, что и, да и сам храм, да, к сожалению, к сожалению, он тоже был масоном, вот, который построил все, все великих, ну, вот, такого было поветрия, такого было поветрия, тем более, что, тем более, что, вы знаете, это масонство, это же кумир, великий архитектор вселенной, то есть, архитектура, это как бы такое профессиональное занятие определенного рода людей, и даже сейчас, вот, мне говорили, что на очень многих важных объектах, и, ну, раз там появляется человек, там, ведущий архитектор, а у него, там, какая-нибудь-то золотая перчаточка здесь изображена, на ласкане. в масонской, в сомнении. Да, поэтому, да, к сожалению, да, к сожалению, это так. А вот, между прочим, вот это тоже вот момент, очень символический был связанный с сооружением, храма Хреста Спасителя, то есть, получилось так, что колоссальное сооружение было заложено, ну, там, да, отчасти разворовали, традиция такая существует. Все свалили на виду. Да, все свалили, да, но, да, кстати, перед тем, как этот свой проект уже реализовать, ведь Витверх поехал, нашел нужную, поехать за благословением, своего благословения, к масонским старцам, к Гамалею, к Новикову, в Авдоте, на Подмоскову, которые, значит, посмотрели, уже будучи очень в преклонном возрасте, дали добро. Вот, так что это было тоже очень важным моментом. Но когда, видите, стал строиться этот колоссальный храм, оказалось, ну, как бы, чисто вот так, физически, и внешне, грунты не выдержали, фундамент пополз, значит, на склоне Воробьевых гор, потом уже храм строили по другому проекту, уже в другом месте. Просто, ну, храм-то был заложен, как экуменический, это был храм, значит, символ не просто победы над Наполеоном, но это был храм трех союзников по Священному Союзу, значит, Пруссии протестантской, Австро-Венгрии католической, и православной Россией. То есть, это был храм, как некая такая вот манифестация идеи экуменизма. Но та русская почва того времени не понесла этой нагрузки. И это, мне кажется, тоже очень символически. Вот новый храм, храм Тона, он строился уже без этих вот наворотов экуменических. Вот просто храм, все как положено. Тоже такой любопытный момент. Прошу вас еще. По современности можно, да? Ну, по крайней мере, вот и в прессе кое-где, и в каких работах появилась информация о том, что мы на самом деле уже живем во времена, когда Машиах уже находятся на земле. То есть, есть информация о том, ну, это можно посмотреть и в интернете, вот это о том, что сто равинов собрались и подтвердили тот факт, что мы на сегодняшний день живем уже при Машиахе. Да. И что в ближайшее время они его должны явить миру. Как вот в этой связи нам православным вот этот себя и вести и в то же время как каким-то образом мы могли бы вот этому противодействовать, противостоять. Вот в 90-е годы, когда у нас тут так как-то уже более активно проявились хасиды, секты, которые вот наиболее так это самое последовательно вызывают и ждет Машиах и готовят его приход, появились их автобусы такие вот, так сказать, по-нашему церковные для развоза своей публики на лобовой стекле на лобом стекле уже в 90-е годы была написана эта тайна. Было написано Машиах уже здесь, готовьтесь, Машиах уже здесь. Просто они ездили по улице Москвы с такой надписью. На самом деле о том, что Машиах уже здесь писали и думаю, не обманывали поколение и поколение мудрецов так называемых, арабинов. То есть они с точки зрения своего представления значит о том, какими качествами должен обладать этот человек с учетом генеалогических связей династических, с учетом наверняка разных каббалистических штучек, они, конечно же, наверное, давно уже научились выводить такое существо. Но ведь явление антихриста это ведь не дело, это ведь не вопрос каббалистической науки, какая она была, какая бы она ни была изощренная. Это вопрос воли Божией. То есть рождается очередной, на самом деле даже вот в разных еврейских справочниках иудейских они у меня есть, издаваемых в Иерусалиме, здесь на русском языке, есть вот указания и списки буквально там если не да сотен, буквально сотен тех людей, которых считали уже Машахом, конкретных людей на протяжении многих веков. уже. Но вот видите, рождается такой человек, его подготовили, вот нет воли Божьей, вот он постарел и помер, они готовят следующего и так далее. Всегда можно допустить, что да, мы живем в ту эпоху, когда вот наконец-то это произойдет. Но здесь опять-таки вопрос того, что сроки неизвестны. Меня вот иногда смущает даже информация, которая передается вроде бы от каких-то уважаемых людей, вроде таких духовных авторитетов наших, когда вдруг в связи с чем-то, с каким-то грандиозным событием, мировой войной, например, а мировая война это уже явный толчок к приходу антихриста, называются какие-то даты. Я не знаю какие даты можно называть, но когда во-первых сказано, что сроки мы не знаем, а во-вторых наши сроки, наше время это такие условные зарубки времени для нашего удобства. Господь значит Он обитает в вечности. Вот это все какие-то даты, какие-то годы, какие-то круглые юбилеи, к которым мы как-то привыкли так особенно относиться по-особенному. Это в общем-то для Господа так вообще ничто. Поэтому существуют на все вот эти тревожные ожидания, а правильно, что они тревожные, надо действительно быть бдительным человеком. Существует в общем-то ответ, мне кажется, совершенно такой классический, простой, который часто может кого-то и разочаровать. Да, надо быть, идет духовная борьба. Может она вступает в какую-то свою решающую фазу, но в любом случае в ходе этой духовной борьбы надо быть начеку, надо быть готовым, надо быть готовым в любой момент. Хотя, конечно, существуют такие признаки, наверное, которых не было сто лет назад. Например, я уже об этом тоже как-то говорил, на том же Афоне совершенно очевидно, монахи говорят, что время течет быстрее, намного быстрее, то есть масло в лампадах расходуется намного медленнее, причем не просто как-то там чуть-чуть, что может кажется или не кажется, просто намного медленнее расходуется масло от того же физического свойства. Те же самые оливы выращиваются здесь же веками, оно теми же инструментами давится в качестве масла, получается. То есть все, те же самые лампады, ничего не изменилось. Ну вот, конечно, это уже опять-таки человеческие толкования, возможно, Господь и ускоряет это время, чтобы и последний страшный дискут. Ускоряется, может быть, я думаю, люди, когда появляются женщины с бородами и все остальные вещи, например, происходит ускорение этого времени к концу света. А бывают другие ситуации, люди стоят на молитву, отодвигают это время и Господь дает еще время для покаяния. То есть время, оно не само по себе ценно, но ценность не имеет никакое, если это время не наполнено спасением своей души, не наполнено благими какими-то вещами, а мы, да, нам время на самом деле тоже, я сейчас когда писал книгу об экономике, некоторые говорят, что, наверное, не книгу, а главу этой книги, некоторые говорят, что там финансы, паразитическая система мировая, нынешняя, капиталистическая, что деньги делают из воздуха, конечно, если быть точным, деньги вот эти делают действительно вроде бы как из ничего, но их делают из времени, конечно, это овеществленное время, вот человек там всю жизнь хотел себе настаточное это обезопасить от каких-то катаклизмов, или просто хотел себе, значит, чтобы его достойно похоронили, что-то накопил там, произошел кризис, вот он лишился этих денег, то есть он значительную часть своей жизни потратил на какое-то скромное накопление, моментально он лишился, то есть он просто получается, что сгорело его время, и ценность времени человек начинает, да, кстати, ну а что такое кризис? Кризис, это понятно, что кризис, это суд, вот, а кто такой судья? Дан, в переводе судья, то есть не случайно именно люди определенного свойства, сорта, возглавляют всю мировую систему экономическую, то есть товарищи, потомки колена Данова, Змеева колена собрались и решают, когда кризис начнется, к чему кончится, к чему приведет, вот, а часто значение времени утраченного, вот потраченного на то, что мы нагибаемся, умело ищем, девушек еще копеечку добыть, и все прочее, действительно, раньше, вот, замечательный, Авдеенко, толкователь, священного писания, говорит, раньше люди поднимали, воздевали руки к небу, вот, очи поднимали, просили Господа, вот, Господь отдает молящемуся человеку, ну, понятно, труд прилагается, это вне всякого сомнения, вот, а сейчас люди уткнулись в землю и уныло ищут возможности для пропитания, в такие условия поставили людей, а в то же время, опять-таки, змеиная символика это какова, ведь змей, значит, мы его должны поражать в голову, он нажарит в пяту, то есть он нажарит в пяту, когда мы находимся в плену сугубо низменных помышлений, потому что змей, ведь он присмыкается, вот, он, значит, не способен оторвать голову от земли, вот, он живет в мире низменных мотиваций и побуждений, здесь он царит, и здесь он нас жалит, вот, и он не способен, кстати, понять высокого, высокого человеческого какого-то поступка, он не способен понять каких-то вот наших таких вот высоких мотиваций, для него они бывают неожиданны, вот, как и неожиданным было для него само самопожертвование Господа, он думал, ну, я так понимаю, как дьявол ведь не раскусил, вот, это был, значит, он был, дьявол, был, был обману все хитрецом, как вот, надо называть Господа, потому что принести себя в жертву за все человечество, ну, это как бы не укладывается вот в этот, в этот низменный, присмыкающийся ум, а на самом деле, а на самом деле, о ценности времени человек задумывается только часто, когда он понимает, что он умирает, когда ситуация безнадежна, вот я тоже об этом часто говорю, что мне известен только один патологический случай, когда, у меня играет жена Рокфеллера, и перед смертью она думает только одно, она просит принести ее любимое платье, вцепляется в него, так пальцы ее застыли, она умерла, потом не могли никак эти пальцы разжать, то есть она вцепилась в материю, а человек перед смертью, как правило, думает о другом, он думает, еще бы времени чуть-чуть, кто-то думает, что он просто еще всеми земными благами не насладился, человек уже, которому Господь в сердце постучал, он думает о другом, он понимает, что сейчас он может уйти, и честно заглядывая в свое сердце, он видит в нем тех самых змей, которые не истреблены, и понимает, что он не готов, и что еще нужно время для покаяния, Господь нам и дает время для этого, ну вот, мы про это теоретически знаем, на самом деле все, но как-то вот эта действительно суета и жизнь вот в этом приземленном состоянии, где нас змей постоянно жалит запятую, она нас постоянно действительно отвлекает от самого главного. Ну вот, Игорь Юрьевич, такой вопрос, вот сейчас, ну, все же прекрасно понимают, что вокруг происходит, там, Сирия, Ливия, Ирак, там, вот это все, подходы, подходы, сейчас мы зацепились, как бы, за Сирию, совсем же недавно была, Испания, это он был 41-й год. Сейчас, вот по всему, то, что это самое, дело вот идет, вот, к этому, тем более, что сейчас вот разговор пошел о общеевропейской армии, вот этой, которая, ну, есть НАТО, а есть своя. Вот, вот эта европейская армия, она, как вот ваше мнение, она к чему? Это личная защита, как бы, Европа пытается себя за чего-то защитить, либо это очередной орган, который сделан, пытается сделать, чтобы ближе здесь, вот не тащить НАТО откуда-то со стороны, как бы, это самое, а воспользоваться вот этой вот, всей ситуацией. По поводу нас, конечно. Да, я уже сегодня говорил, действительно, все, все, что происходит в мире, вот так вот по-крупному, оно все происходит по поводу нас. Ничего другого просто, ничего другого просто нет и быть не может. Вот, я думаю, что сейчас, если формирования дополнительные будут создаваться, то ведь еще ко всему прочему, вот, я иногда думаю о том, что вот этот вот поток мигрантов, который, конечно, целенаправленно направлен в Европу, вот, в такую сытую, уже разжиревшую, а не вхаде планы. Окупевшую Европу. Да может быть даже, не в этом дело, что вот, короче говоря, я так думаю, что, что вот эти, что эти мигранты, для вот такого европейского, вот этого уже такого, с разжиревшего тела, это такая вот иммунная, это иммунная реакция, то есть под кожу загнали, чужеродную ткань, трупную, например, вот, и следует иммунный взрыв организма, вот, значит, какой-то протест по поводу того, что происходит, вот, которые спали, там, напились пиво, там, и спали, спали, там, годами, поколениями, вдруг могут встрепенуться, но когда люди встрепенулись, им, конечно, сразу же объяснят, что на самом деле вся проблема, это не в мигрантах, а вся проблема в Путине и в Востоке, и в России, вот, так что возможно, это все... Все нагнозы будут направлены опять на Восток, как это было сделано, прямо Наполеона, Гитлера, да, да. Ну, я к тому же, я просто, к тому же, что вот уже мировая война, приход на шахах, как бы, один из факторов, как бы, и плюс 14-й год, первая, 41-й, вернее, 39-й, вторая, то есть небольшой перерывчик между ними, между первой и второй, и тут уже, как бы, даже чуть больше времени прошло, чем, как бы, казалось бы, надо. То есть, вот, как-то все напрашивается на это. А речь идет именно, ведь о духовном наследовании, вот, обращаю еще раз ваше внимание, сейчас я привозил с собой небольшое количество книг и флешек с толкованиями на священное писание Ветхий Завет, в том числе, Евгений Андреевич Абдеенко, вот, к моему удивлению, так моментально все тут расхватали, люди некоторые уже знали вот об этом. Вот как раз именно Евгений Андреевич, он выводит, именно говорит о двух линиях духовного преемства, которые существуют в человеческой истории, и все, что мы, значит, связываем со злом, это все, конечно же, каиниты, то есть, духовные потомки каина. при чем, при этом, здесь совершенно, не важно, часто не важно, хотя, конечно, тоже сказывается, существуют, скажем, некие зоны риска, но, тем не менее, даже не важно этническое происхождение, зачастую, то есть, этот каинит может быть потомком, значит, племени, которое распинало Иисуса Христа, а может быть потомком православного русского человека в наши, уже в наши дни. То есть, действительно, вот это вот духовное падение, оно приводит к каинизму, и там даются целый ряд, целый ряд признаков этого каинизма, этого каинизма, вот, и для некоторых людей очень актуальна задача снять печать Каина со своего тчела, впрочем, это такой уже отдельный разговор. Ну, что, может быть, тогда мы заканчиваем, как, нет? Юй Юич, есть вопрос, только Вы мне в авторитет, если подскажете, давно хочу спросить. Вы много пишете об энергетических зонах эмоциональной энергии, там, ну, писали в таких книгах «Красивные поля», и где-то я недавно читал у Вас, что вот при сгущении вот этих всяких отрицательных сил в этом месте образуется вот такое вот энергетическое поле отрицательное. А вот как Вы относитесь вот к этим вот отрицательным энергетическим полям, которые вот в этом месте уже есть. Вот я сам строитель, я сталкиваюсь с этими вещами, всегда исследую любую там квартиру, там, комнату, и они практически эти границы они не меняются, они стоят и стоят постоянно. Или здесь отрицательная энергетика, их очень мало, кстати, но попадаются и переходят на положительные, но есть нейтральные. Вот они какую природу имеют? Кстати, и еще я в храме в одном видел, реставрил один храм, вы, может быть, даже его знаете, если золотую пальцу знаете, хорошо. Вот, и там в алтарной части там бешеная была, отрицательная, аномальная зона, я таких больше нигде не видел, в левом углу. Вот, как вы к ним относитесь? Вот оно имеет какую-то природу все-таки геофизическую или еще что-то? Вы знаете, есть, я думаю, что, конечно, главное, это, главное, что есть негативного в этом мире, это последствия человеческого греха, вне всякого сомнения. Вот, мы знаем, вот, скажем, места, там, где-то вот на шоссе какие-то гиблые места, где постоянно происходят аварии. Потом некоторые люди начинают такие пытливые начинают разбираться, что там произошло, а там что-то произошло нехорошее когда-то. К сожалению, действительно, вот этот шлейф человеческих преступлений, можно сказать, шлейф каинизма, шлейф протоубийства и всего прочего, он же действительно никуда, он никуда не рассасывается, вот, он остается здесь, становится вот такой, действительно, аномальной зоной какой-то. Вот я, например, вот пишу вот об этом феномене книги «Патайон о России», что есть на Земле такие места, где целые камни, там, немедленно большие валуны вдруг начинают двигаться и там иногда километры сами проделывают. То есть там есть там всякие попытки физического объяснения, перепады там, температуры, ну, какая-то очень ерунда сейчас уже, никак, ничто не убедительное. Я думаю, что убедительным является то, что в этом месте, ну, когда-то, например, было какое-то капище, где приносили жертвы. Вот, тем более, что одно из таких мест находится на Тибете, тоже, видишь, не случайно, там, в американской пустыне, тоже там, я думаю, индейцы камлали так-то, что, Господи, помилуй. вот, я думаю, что самое главное, самое главное это, и это действительно, вот, недавно нашло, вот, такое частное подтверждение, казалось бы, на фоне, я там, значит, был когда последний раз, вот, разбился монах на машине. Ну, понятно, что дорогу серпантин, но человек опытный, там, сто раз там проезжал, ну, куда спешил он, в данном случае, там, какой-то был пожар, там, помочь кому-то, вот, спешил, вот, но разбился он в том самом месте, значит, с этой скалы, в те вот языческие, недобрые памяти времена, в качестве жертв сбрасывали девушек, именно в этом месте он разбился, вот, внизу построен храм, вот, куда они падали, храм же в начальной Троице, вот, он пустует, там, кстати, вот, совершался постриг, постриг, папа Краля, который мне писал, вот, там периодически тот пытается подвязаться, но просто там невозможно, из-за вот этой активности демонического мира, там просто невозможно подвязаться, то есть, вот вам, вот вам следствие, вот, конкретное следствие, которое дотянулось до нашего дня. А почему вот в такие места попадают, ну, как бы, те люди, которые что-то там делали, сбрасывали, как сказать, не их потомки, а вот, совершенно посторонние люди попадают, именно туда, ну, страдают, скажем. Ну, существует какой-то, промысел, боже мой, о каждом человеке, мы тоже, вот не знаем, вот, что это монах, монах, это, в частности, он, можно сказать, что погиб за други свои, он, значит, спешил на помощь, помочь, вот он разбился, вот такой, причем, говорили, что там, конечно, вообще ужасно, он, конечно, там весь, с машины в дребезги, вот, когда вот его там, нашли под скалой, вот, он сидит, прислонившись, у него совершенно, вот, незуродное лицо, и он сидит, уже мертвый, конечно же, с улыбкой на лице, вот тоже вот. Нас в Новосибирске, далеко ходить не надо, где у нас, самый Валерий Переговский, улица, Адриэна Лежена, вот здесь вот, Адриэна Лежена, последний коммунар, там, когда война случилась, великоотечествен, его, как величайшую ценность, эвакуировали в Новосибирск, последний, ставшийся в живых, вот, коммунар, это же там, изуверия же были страшные, и вот здесь он скончался в прошлом году, и весь в улице, и там такие аварии, потому что безумные, безумные, на пустом месте, две-три машины, хлам, вот, каждый месяц, что же место. Я думаю, что это негативная энергия, она может даже передаваться, даже не просто, вот через судьбу конкретного человека, который здесь жил, вот действительно, а даже, значит, сохранено имя этого человека, как вот изувера, оно сохранено, в названии площади, или улицы, и, в общем-то, хорошего там не жди, так я думаю. Для нас, вот в Новосибирске, сколько было попыток переименований этих, у нас единственная улица, которую переименовали, ни Урицкого, ни Свердлова, ни какого-то, ни Гоня, а улицу Жданова переименовали, вот тоже Жданова. Вообще-то, ну, так можно предположить, что практически, был единственный член, в то время, Парабирова, все-таки, человек, во-первых, так называли, что приемник, ну, по крайней мере, человек интересующийся русской культурой, русской страны, и вот его единственная, кого самый-самый ненавистный для нашего насилияского ОМОНа, человек Жданов, ни Урицкий, ни Свердлова, Жданов. Был бы Жданович, не переименовали. Я думаю, не знаю, я просто думаю, что вот как будто в борьбе за эти переименования, может быть, надо даже как-то, не знаю, быть мудрыми, как змеи, может, надо апеллировать просто к суеверию обывателя, ну, просто показывать вот эту статистику, и ведь люди, на самом деле, люди неверующие, но не суеверно все равно, вот, может быть, действительно, какая-то волна вот такая может подняться, не знаю, может, это неправильный подход. В чем интересно, с тем же Ждановым, он был и волевым решением, просто решением, раз, госполком было принято, а когда сейчас подняли вопрос, площадь Свердлова, давайте, ну, вы что, это нельзя, и письма, и общественность, нет, 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 затраты же, две таблички, поменяясь, что площадь же, две таблички, а где остановочная была подхода? Нет. Вообще удивительная вещь, сейчас, действительно, такое ощущение, что, вот, к столетию этих событий страшных, как будто какой-то реванш готовится, я, честно говоря, ну, ладно, значит, обувател, ладно, не знаю, Ждановичи, там, или всякие другие товарищи, ну, вот, я, там, недавно участвую в одном мероприятии, там, значит, награждают людей разных, в московском правительстве, и, причем, такая, именно, какая-то именно вот православно-патриотическая, как считается, аудитория, там, действительно, каких-то там достойных конструкторов, стрельков, оборонщиков, там, выручают, все прочие, какие-то, награды общественного признания, медали, ордена, вот, и вдруг, значит, ведущий, ну, вроде аудитория вот такая, значит, ведущий с пафосом говорит, а вот этого номинанта представил, и так пафос нагнетается, присутствующий в зале офицер советской армии, внук, феекса, идущи Дзержинского, и овация начала в зале, я думаю, господи помилуй, куда я попал, я вот этого просто уже не могу понять, что происходит, вообще бумага, мы разуемся, да, вопрос нужно, мы сегодня опять, это по поводу как раз столетия, что совершается на самом-то деле, то есть, фактически у нас революция совершилась в феврале 17-го года, вот, все остальное, это, так сказать, было следствием того, что произошло в феврале, вот, и сегодня, судя по, вот, потому что происходит и у нас, и с точки зрения историков, и с точки зрения общественности, значит, вот, внимание к этому, времени-то осталось совсем немного, фактически, до этого события, вот, вот, революция была масонская, совершенно четко, лжи понаворочено, а вот по отношению к этой революции столько, что нам еще, наверное, столетия разгребать того, что, а какой лжи понаворочили, вот, и мы видим, что сегодня даже, вот, и православная общественность, вот, к этому как-то, ну, будем говорить, хладнокровно относится к тому, что на самом деле произошло, вот, в нашем обществе тогда, вот, ведь на самом деле, то, что сегодня, это следствие, следствие прошлого, вот, вот, никто сегодня, ни одного историка сегодня, мы не найдем, который бы говорил, честно и открыто, что это масонская революция, что она была, обзывание готовилась, что еще временное правительство было создано в 2010 году в Константинополе, эти факты, вроде бы как, они известны, и в то же время, вот, широкой общественности об этом ничего не знают, и мы сегодня не видим, чтобы кто-то и каким-то образом, да, вот, из нашей, будем говорить так, и культурной общественности, и православной тоже, но я уж не говорю об историках, историки, это наследство, то же самое, февраля 17-го года, это, так сказать, мы есть, кстати, о том, что на сегодняшний день, мы имеем, Академию наук, которая практически с тех времен никак не менялась, вот, это тоже самая масонская структура, вот, она как была создана при Петре, в качестве масонской структуры, как просуществовала все эти, столь, и так она на сегодняшний день и существует, поэтому опираться на труды историков, так называемых, которые сегодня лепят историю, сидя в Академии наук, ну, бессмысленно, нам нужна своя история, которой мы на сегодняшний день не имеем, история должна быть полна смысла, все было, то, о чем мы сегодня здесь и говорим, а нас сегодняшний историки рассуждают, так, категориями, событиями, фактами, килограммами, километрами, всем остальным, и что-то говорить им просто бесполезно, мы с вами в Фейсбуке, одного такого историка-профессора знаем, да, ну, ты же просто, я ему сказал, просто невежество ваше уже, он а так обиделся, обиделся, он меня с друзей, все из друзей выключил, ну, просто, вот не хотят, даже знать этого не хотят, о чем мы сегодня здесь говорим, все дела мировоззрения, да, они отказываются мыслить, мистически, они отказываются мыслить, категориями духовными, хотя, по сути дела, служат этим самым идолом, и прекрасно знают, что они, так, дело в том, что, знает кошка, что мясо, дело в том, что они-то как раз и находятся на этой духовной стороне, только на той стороне, они же вот сознательно на этой стороне находятся, а нам пытаются удушить, что никакого духовного нет, все измеряется килограммами, километрами, забудьте, все, вот вы знаете, вот среди нас есть один профессор, который способен мыслить мистически, Сергей Фомин, вот как этого, может быть, вот может все-таки, что-то может скажете нам? Да, да, да. Вы ко мне прошли, что я должен сказать? Ну, может быть, какой-то вопрос приличествующий, не только в декларации номерей. Вопрос прозвучала, такая, можно сказать, в тезисах книга, будущая книга, это под силу Юрия Юрьевича, а не Юрия Юрьевича. Юрий, что-то из Би-Борца, вот тут сегодня, нынче много. Не, ну, тоже заказ есть такой, да, вот я тоже предлагаю, подумаю. Правильно, когда в Москве пытались переименовать Боевшу. что я уже запромыли, я могу сказать, вот здесь уважение брата Христи, полагаю, говорит о том, что историки, это сплошная мафия, сплошные там масоны, выдумка, откуда он сам узнал столько много интересных вещей, а узнал он от историков, которые действительно историки. Фраянов действительно историк, Панарин действительно историк, Олег Анатольевич Платонов, замечательный историк, и еще, чтобы не тратить ваше время, драгоценное, еще можно назвать десятки, немного, по сравнению с теми, которые, ну, спекулянты, трусы, может быть, еще какие-то люди, этих немного, но они, вот, рассказали, уважаемому, дознавателю, дознавателю, они как раз и рассказали то, о чем он прекрасно говорит, и поэтому мир всегда более сложен, любое сообщество более сложное, даже трудно себе представить какие-то такие однородные цвета, ну, то черные, там белые, и так далее, и так далее, жизнь проникает, и когда мы говорим о борьбе, она же не всегда такая вот лобовая, с разбегу силы на силу, борьба спокойная, уравновешенная, без ажиотажа, без психоза, я считаю, это и есть настоящая, православная борьба, и поэтому, вот, целое сообщество взять и выбросить, не потому, что я кандидат исторических наук, я признаюсь, а то, кто-то знает и скажет, вот, улик в свое болото, я доктор и других наук, которые не исторические, а вот, хотелось бы мне заказать Юрию Юрьевичу книгу, откровенную такую, ну, естественно, мощь его большая, напишет, о рецидивирующих вещах, повторяющихся, сходных, которые сегодня преобладают, вещах, которые параллельно сегодня развиваются, как они развиваются в 20-е годы, ни одной области общественной жизни, ни каких-либо программных сегодня там, шумных каких-то деяний нет, которые бы тогда не совершались. Все сегодня дошло до пика, все дошло до максимума развития, остается только, нет момента отторжения. Мы стоим перед моментом отторжения, ну и воздаяние, так сказать, наиболее ретимом реформатору. Вот это вот параллели, это компартивистская, есть такая наука, я бы хотел, чтобы этих терминов в вашем труде, Юрий Юрьевич, не было, а был бы тот замечательный русский язык, которым вы намладеете. Ну вот затронули, он поделился впечатлениями. Юрий Юрьевич, спасибо. Я вот, кстати, вот Юрий Юрьевич, все-таки по первому образованию, как и я, все-таки техник, физики-лирики, вот я считаю, что как раз способность мыслить логически, видеть эти вот параллели, процессы, которые вот многие так называемые историки не обладают. Надо эти процессы знать, видеть, и находить возможность на них, на их влияние. Ну что, родные мои, мы беседуем с вами уже два часа ровно. Да как, Юрий Юрьевичу пожалеем? Или еще есть какие-то вопросы? Да как, Юрий Юрьевичу пожалеем с вами уже два часа ровно. Да как, Юрий Юрьевичу пожалеем с вами уже два часа ровно. Продолжение следует...